Покажу вам сегодня притачивание косой бейки, но если честно, я ее вообще давно не делала. Прям интересно, что из этого получится. Прикладываю на лицо изделие лицо косой бейки, расстояние от иглы до края лапки 5 сантиметров. Делаю закрепку. Поехали. Обязательно косую бейку нужно немножко подтягивать. Не сильно, небольшое натяжение, а то потом не разутюжится и будет собранным. Пришивание косой бейки вообще очень много разных способов. Я в детстве ходила к бабушке Беллашвеке. Она руками сшила. Но у нее, правда, была еще машинка Тарина и Ленингер. Я там насмотрелась, как она это все делала. Это было что-то, как бы сказал мой сын, шедеврально. Сюда пришила. Я вам хочу сказать, в училище, ну это вообще, не знаю, может индивидуальный пошив, потому что я как-то неправильно делаю. Все надо отутюживать. Каждый шов сворачиваю. Так, ну на. Сюда. Накладываю. Так. Хвостик нужно оставлять. Подтягивать за него. 0,1 я хочу сделать. Ну, я видела в интернете, там нужно отутюживать, вот как на готовых бейках. Сейчас так попробую. Не разучилась или я? Сейчас думаю. Ну, ладно. Какая получится. Бейка. Это называется Пугнутая линия. Пуклая. Я на физике так говорила, на призме. Пуклая и выкуплая. Так. Видите? Все сходится. 4 сантиметра. Косая бейка складывается на 4 по сантиметру. Как раз вот идет по краю. Крышка получается. Так. Сейчас. обрежу. Что у меня получилось. Вот такая получилась косая бейка. Получается как... Так. Сейчас обрежу. Я вырезала как пройму. Образец. Подтягивала немножко. Смотрите, как она ровно легла. Ровненько. 0,1. Теперь переворачиваю на изнанку. Вот. Такое вот у меня чудо получилось. Это на вогнутой линии. Косая. Пройма. Горловина. Так это вырабатывается. И еще есть несколько способов. Пришивание. Мне нравится, когда стручки не видно. А если вы хотите одной стручкой сделать, нужно обязательно ее приутюжить. Вот так. Не знаю. Так вот нас учили делать. Еще в училище. Может так белошвейки не делают? На индивидуальном пошиве. Но я делала так.